Всем привет, это Евгений, канал The Best Review и сейчас у меня обзор радиоуправляемого вертолета VL-Toys модель V913 Brushless Version. Итак, у него в комплекте запасные лопасти, задний винт и вот такая вот зарядочка для использования с батареями 2s. Заряжается батарейка с помощью балансировочного разъема, в среднем на заряд уходит около полтора часа. Поговорим об аппаратуре управления. Она имеет приличный внешний вид, уже больше похожа на профессиональную аппаратуру. Клавиши никаких функций в данной модели они не несут. У меня есть аналогичный пульт от квадрокоптера V666. У него на эти клавиши настроено управление камерой. Включу аппаратуру. Подсветочка у нас голубого цвета. На экранчике все прилично видно. Левая клавиша у нас расходы переключает Hi-Low. Правая клавиша у нас ничего не делает. Нажатие на эту клавишу включает, отключает подсветку на вертолете. Питается данный пульт четырьмя пальчиками и батарейками. Имеет частоту 2,4 ГГц. В среднем управление должно хватать на 150 метров полета. Думаю, по аппаратуре этого достаточно. Перейдем к самому вертолету. Он у нас имеет размер 70 сантиметров, длину высота 20 сантиметров. Флайбар у нас сделан из металла. Это очень хорошо, так как при падениях он может погнуться, а не сломаться, если бы он был сделан из пластика или из карбона. Грузики также металлические. Система имеет фиксированный угол наклона лопастей. Хвостовая балка сделана из металла. Это у нас также металлическая. Металлические ноги. Конопа сделана из ударопрочного пластика. Здесь у нас находятся две сервоперекоса тарелки. Таким вот образом они работают. С помощью них производится управление вертолетом. Спереди у нас находится литий-полимерный аккумулятор емкостью 1500. Он имеет балансировочный кабель, с помощью которого он и заряжается. Само питание вертолета производится с помощью вот этого разъема. Управление питанием также организовано через переключатель. Главная шестеренка у нас имеет приличный диаметр. Внутри находится металлический пиньон, с помощью которого передается усилие от мотора. Моторчик у нас бесколлекторный, аутранер, то есть вращается его внешняя часть. Можете видеть это сейчас. Это дает вертолету приличную мощность относительно коллекторных версий. Сверху на батарее у нас находится регулятор без коллекторного мотора. И здесь находится плата с гироскопами и прочей электроникой. Снизу установлен фонарь с белым светодиодом, управлять которым можно с пульта. Светит очень неплохо. Расскажу интересный нюанс. Для того, чтобы на улице было на нем интереснее летать, советую переставить качалки в последнее крайнее положение. Изначально они идут в предпоследнем или даже в центральном положении. Если качалку переставить в крайнее положение, можно получить чуть-чуть больший угол наклона тарелки перекоса лопастей, за счет чего вертолет будет немножко порезвее на улице. Так как у него есть расходы для новичка L и для опытного пилота H, можно без проблем переключать их, не трогая положение качалок. То есть я советую сразу качалки переставлять в крайнее положение. Задний винт у нас имеет передачу тоже через пластиковую шестерню. Крутит его коллекторный мотор, установленный в этом блоке. При полетах на улице никаких сносов хвоста не было. Мощности коллекторного мотора вполне хватало для того, чтобы сопротивляться в воду хвоста. Но напомню, что на магазине Banggood есть в продаже и версия полностью с бесколлекторными моторами, включая задний моторчик. Подключу питание и посмотрим, как он управляет сервами, как работает электроника. Включил питание, включаю аппаратуру. Многие мне говорят, что нужно сначала включать аппаратуру, потом вертолет. Но конкретно в данной модели привязка осуществляется в обратной последовательности. То есть сначала подаете питание на модель, после этого включаете аппаратуру. Поговорим о назначении всех клавиш на аппаратуре. Итак, с левой стороны у нас находится переключение расходов. С правой стороны находится кнопка для ускорения. Никакой индикации на экране при ее нажатии не происходит, но вертолет в этот момент может действительно вылететь быстрее за счет большего отклонения от тарелки перекоса. Итак, покажу, как это происходит на практике. Допустим, находимся мы в режиме Low и я полностью отклоняю стик вперед. Вот на такое расстояние подвинулась серва относительно исходной позиции. Это у нас в режиме Low. Теперь переключаю на High режим. Серва немножко дальше пододвинулась. А теперь нажму на акселерацию. Еще больше, при том заметно больше. Если убрать палец, кнопки возвращаются в исходный режим. Вот таким вот образом работают все сервы. А теперь зажму кнопку. Так вот они себя ведут в режиме акселерации. Правая кнопка у нас включает-выключает подсветку. Вот так это выглядит. То есть можно управлять светодиодом, установленным в фонаре с аппаратуры. Ну а теперь я покажу, как данный вертолет себя ведет в воздухе. Всем привет! Это Voltoys 913 Brushless Version. Тестируем на улице при небольшом ветре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Это был VLTO SV913 BruchlessVersion. Личный вывод по данной модели, я летал на нём на улице, мне в принципе понравилось его поведение, значит для новичков расскажу как себя ведут вертолёты с фиксированным шагом лопастей на улице, если дует ветер, особенно если поток направлен вверх, ему будет довольно тяжело снижаться. То есть в чём это выражается, если вы поднялись на высоту и вертолёт там подхватит большим ветром, то снижение уровня газа не будет давать особого эффекта до поры до времени, то есть лопасти будут выполнять функцию крыла и ветер не будет давать возможность снизиться вертолёту с нормальной скоростью. Так что учтите этот нюанс, но не советую достигать момента, когда мотор может быть полностью выключен. Это не квадрокоптер и вполне реально, что он не успеет заново раскрутиться во время падения. Поэтому летая на улице в приличный ветер, учтите этот нюанс. На небольшой высоте он управляется вполне адекватно, тем более, если использовать правую кнопку для ускоренного полёта. В этом режиме он спокойно сопротивляется ветру и в принципе может летать и против ветра. Но если сравнивать данную модель с 3D-вертолётом, у которой лопасти не имеют фиксированного угла, они могут изменяться. Немножко позже я покажу такие вертолёты. То, конечно же, они будут лучше сопротивляться ветру. В частности, они могут нормально снижаться. Даже если ветер его подхватит вниз, можно сделать отрицательный угол на лопастях и без проблем снизить высоту за несколько секунд. В общем говоря, данную модель я советую новичкам. Я тоже уже давно не летал на больших 3D-вертолётах. У меня была 450-ка от Valkyrie, я, честно говоря, даже ни разу не поднял её в воздух, потому что 3D-вертолёт – это большая ответственность. Нужно запускать эту модель на пустой местности, где нет людей, потому что всё-таки мощность 3D-вертолёта – это 400 Вт ориентировочно от 450-ки. Мотор установлен бесколлекторный, довольно сильный. Регулятор, по-моему, 35-амперный на ней был и лопасти сделаны или из дерева, или из карбона. Поэтому я её продал, пока она ещё была в идеальном состоянии, без полёта вообще, и решил приобрести себе на пробу вот такой вот вертолётик с фиксированным шагом для полёта на улице. И что я вам скажу, мне этот вертолёт понравился. Радует также, что он без проблем подключается к другим аппаратурам от VL-Toys, поэтому я, скорее всего, продам эту аппаратуру. И у меня останется точно такая же от V666 квадрокоптера. С помощью неё можно управлять и вертолётом, и квадрокоптером, и другими моделями от VL-Toys. Это радует, что они не выбрали новый протокол связи, и аппаратура осталась прежней. Так что, в выводе по данной модели, я могу сказать, что советую эту модельку для новичков. Особо учиться полётом перед управлением этим вертолётом не нужно, так как он имеет флайбар и фиксированный угол наклона лопастей. Он, в принципе, довольно неплохо сам себя стабилизирует в полёте. Гироскопы отрабатывают как надо, с приличной скоростью. Расскажу, что может ломаться при крашах. Хвостовая балка у нас металлическая, стабилизаторы тоже металлические. 100% будет гнуться флайбар из металла, но без проблем его руками можно выпрямить прямо на улице, это никаких проблем не принесёт. По лопастям они довольно плотненькие такие, и ломаться не должны. Но запомните правило, если вертолёт падает, так же как и квадрокоптер, нужно сразу выключать мотор. Страшнее будет, если вы будете пытаться вытянуть модель до последнего, и она ударится в какой-то твёрдый предмет с включенным мотором, в данном случае могут повредиться шестерёнки, передача, пиньон на моторе. Сам мотор не может выйти из строя, потому что бесколлекторные моторы очень надёжные. В этом огромный плюс этой модели относительно коллекторной версии, V913 и прочих вертолётов на коллекторе. Когда основной мотор коллекторный, это создаёт приличную нагрузку на него, и время от времени его придётся менять. Бесколлекторный же мотор может ходить и 1,2 года. Скорее сам вертолёт уже будет разбит, чем выйдет из строя бесколлекторный мотор. На хвосте у нас стоит коллекторник, но для работы в данной ситуации его вполне хватает. Он там работает с помощью редуктора, никаких особых проблем с этим нет. Аккумулятор у нас используется на 15002S литий-полимерный аккумулятор. Его хватает в среднем на 10 минут полёта. Заряжается аккумулятор за 90 минут. Поэтому можно, конечно, докупить запасных аккумуляторов. Единственное, что крепятся они с помощью хомута. Но без проблем можно сделать крепление с помощью вот таких вот модельных липучек. Перейдём к сравнению с другими моделями. Для начала сравню габариты с Вэлтой СВ-911. Многие знают этот вертолёт. У меня здесь сломана запчасть, никак руки не дойдут её отремонтировать. Но для сравнения размеров, в принципе, этого вполне достаточно. 911 у нас ровно одна треть от 913 по размерам. Сам по себе классный. Кстати, тоже покупался на Banggood года, по-моему, два назад. Они раньше клеили свои наклеечки на каждую модель. Сейчас уже перестали. Видимо, много сильно моделей отправляют. Нету просто времени у них уже клеить. Плюс магазин уже прилично раскрутился. Все знают, что радиоправляемые модели на Banggood всегда появляются в первую очередь. Перейдём к сравнению с другой моделькой. У меня есть вот такой вот классный вертолёт. Это Valkyra Mini CP. На канопе написано Genius CP. На самом деле это Mini CP. Притом прилично апгрейджена. Я на ней летал в прошлом году. Это очень классный 3D вертолёт из микро размера. Здесь у меня установлена металлическая балка. Возможно, когда-нибудь сделаю полный обзор на него. Также установлен более мощный хвостовой мотор. И самое интересное в данном вертолёте это то, что этот малыш весом 60 грамм имеет вот такой вот БК моторчик, который весит всего 5 или 6 грамм. И регулятор держится хомутом. По-моему, 10 амперный регулятор или даже 8 ампер. Ему вполне хватает с головой три сервы. Кстати, приличное отличие 3D вертолёта от обычного это то, что 3D вертолёт имеет как минимум три сервы. Если это большой 3D вертолёт, то на нём установлена ещё хвостовая серва на поворот угла атаки хвостовых лопастей. Здесь же на хвосту у нас установлен отдельный моторчик, поэтому серва здесь просто не нужна. Летает верт классно. 3D, правда, я на нём так и не освоил. Опять же, не дошли руки, не было особо времени этим заниматься. Но верт очень и очень стабильный. Как для малыша, он имеет отличную просто тягу. С этим апгрейдом на БК мотор он долетает до потолка буквально за четверть секунды. То есть, только газ нажал полный, и он уже возле потолка. Поэтому нужно тренировать управление. Питается он у нас от 240 мАч аккумуляторчиков небольших. Это стандартные аккумуляторы. Они сейчас в большинстве квадрокоптеров используются. Поэтому, кто хочет задуматься о покупке 3D вертика Valkyra Mini CP, это как раз то, что вам нужно для полётов в квартире. Есть у него, конечно, свои несколько минусов. Но о них я поговорю, если сделаю полный обзор данной модели. Он по размерам, в принципе, сравним с VLTOS V911. Но по управлению то просто небо и земля. В 911 он действительно как игрушка летает. Здесь же нужно отрабатывать отличную реакцию. Если какое-то неправильное движение сделаешь, он уже сразу лежит на полу. То есть, скорость его полёта очень и очень высокая. И для управления данной моделью нужны определённые навыки, которые можно заработать, управляя различными моделями в авиасимуляторах. И есть у меня вот такой вот вертолётик. Это у нас Valkyra тоже 120-ка. Моделька V120D02S с телеметрией. Здесь уже конструкция более серьёзная. Я говорил об этом. Вертолёт тоже 3D-шный. Установлен у нас БК-моторчик. Покупал я его также на Banggood года два назад, наверное. Регулятор здесь уже используется на 20 А. Сервы у нас две штучки здесь. Третья спереди. И четвёртая на хвост, как я и говорил. То есть, 4 сервы управляют всем вертолётом. Покажу всё-таки, что такое не фиксированный угол наклона лопастей, а изменяемый угол. Итак, во-первых, у нас нет флайбара. То есть, данный вертолёт из категории FBL Flybar Lost. То есть, лопасти могут принимать любой в пределах разумного угол наклона вот таким вот образом. Это позволяет вертолёту подниматься как вверх, так и вниз, не замедляя скорости вращения мотора. То есть, вертолёт, который имеет систему шестиканального управления, то есть, 3D-вертолёт, он может против ветра летать на огромной скорости. Также он может без проблем садиться, снижаться, даже если будет сильный ветер дуть вверх. В этом случае он может включить отрицательный угол наклона лопастей и без проблем спуститься вниз. После этого перевести опять угол на положительный. Также по поводу заднего винта покажу, как тут сделано. Внутри карбоновой балки проходит кардан, который крутит вот таким вот образом вот эту всю систему. И покажу, как можно изменить угол наклона лопастей хвостового мотора. Так же само они могут принимать как отрицательный, так и положительный угол атаки. Верт классный, для квартиры на нём уже, честно говоря, стрёмно летать. На этом вертолёте можно только повисеть, и то очень-очень осторожно. Стабилизация, конечно, у него классно работает, за это его очень ценят моделисты. По размерам она где-то в половину меньше, чем 913 вертолёт. Итак, подойдём к выводу по вертолёту V913 VLTOYS. Он просто отлично подойдёт новичкам для полёта на улице, для тех, у кого нету времени сидеть в симуляторах, изучать все нюансы управления 3D вертолётом. Мне он понравился, каких-то конкретных проблем я на нём не обнаружил. Единственное, что расскажу нюанс по этой кнопке. При подключении питания я включил переключатель на ON, и вертолёт в этот момент немножко дёрнул лопастями, поэтому не советую им пользоваться. Если переключатель всегда вставлять в положение ON, а подключать разъём, то у меня таких никогда проблем не было. Думаю, по данным вертолёту у меня всё. Это был Евгений, канал The Best Review. Задавайте вопросы по обсуждению данной модели в комментариях, а также в группе канала. Там всегда есть люди, которые могут вам подсказать по выбору настройки, по покупке и различным другим нюансам радиоуправляемой модели или какой-то другой электроники. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Это очень важно для меня. Смотрите мои другие ролики. Я делаю очень много разных видео. Чаще всего добавляю раз в 2-3 дня новое видео на канал. С вами был Евгений, канал The Best Review. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok